Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнее Евангельское чтение предлагает нам притчу из 18 главы Матфея, 23 стих. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда он начал считаться, то привели к нему одного должника, который должен был ему 10 тысяч талантов, огромную сумму, которую не мог отдать. И царь повелел его продать в рабство, посадить в темницу, продать в рабство его жену, его детей, все его имущество продать. Но поскольку этот раб, этот слуга просил отсрочки, то царь смилостивился над ним и простил ему весь этот долг. И когда этот раб вышел от своего господина, то нашел такого же должника, как он, который должен был ему небольшую сумму, начал его душить и требовать отдачи этого долга. Тот товарищ его просил отсрочки, но этот его не простил, не дал ему отсрочки, но посадил ему в темницу. И когда царь об этом узнал, то вызвал этого человека снова к себе и сказал, что долг ему этот не возвращается. И Господь говорит, если вы не будете прощать должника вашим, то и вам, ваш Царь Небесный, ваш Господь не простит ваших долгов. Вот в связи с этим, хотелось бы, в связи с этой притчей, хотелось бы сказать два слова о нашем покаянии. И предложить всем, кто не хочет прощать своих должников, всем тем, кто имеет на кого-то обиду, предложить другой вариант чтения молитвы Отче наш, а именно «И не оставляй нам долги наши, як уже и мы не оставляем должником нашим». Может быть, если в таком виде мы будем читать молитву Отче наш, до нас скорее дойдет, что мы должны оставлять долги нашим ближним. Потому что Господь нам прощает гораздо больше. Каждый наш грех перед Господом совершенный, он гораздо больше, чем те грехи, которые перед нами совершают наши ближние. И хотелось бы сказать еще два слова о исповеди. И покаянии – это понятия близкие, но не тождественные. Покаяние – это понятие более широкое, чем исповедь. Покаяние начинается даже не после совершения греха, а еще до. Но когда человек борется, если человек живет внимательно, старается жить по совести, старается ходить перед Богом, то покаяние его начинается еще до того, как он пал в какой-то грех. Он борется с ним. Он исповедует перед Богом свою немощь, уже идет покаяние. Если у него не хватило веры, не хватило сил устоять, и он пал, то и после этого продолжает свое покаяние. Он кается перед Господом, просит прощения, старается исправиться, готовится к исповеди, просит помощи у Бога. Приходит на исповедь, исповедует свой грех перед священником. И после исповеди он также продолжает исправлять свою жизнь и бороться со своими страстями и пороками. Это все покаяние. А исповедь – это частный момент. И еще надо сказать о том, что исповедь перед священником помогает нам справиться с грехом. Некоторые, как, например, протестанты говорят, ну, мы исповедуемся перед Богом. Не обязательно это делать перед священником. Да, конечно, Господь слышит нас всегда и везде. Но именно священникам он дал власть отпускать грехи. И именно перед священником мы можем почувствовать тот стыд, которого, к сожалению, мы перед Богом не чувствуем. Вот поэтому будем каяться в своих грехах. И чтобы просить, чтобы получить, вернее, прощение от Бога, будем прощать нашим ближним. Самый простой способ войти в Царствие Небесное – никого не судить. Всем все прощать. Не судите, да не судимы будете. Аминь. Храни всех, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok